В Люберецком дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине со дня Великой Победы. На мероприятие пригласили ветеранов войны, тружеников тыла, а также представителей общественных организаций. Атмосфера праздника в Люберецком дворце культуры ощущалась уже на входе. Ребята из кадетской школы с улыбкой встречали гостей и раздавали им красные гвоздики. А пока в актовом зале шли последние приготовления, в фойе выступали творческие коллективы. На торжественный концерт, посвященный 9 мая, в основном пришли люди постарше. На первых рядах сидят те, благодаря кому уже 72-й год празднуется Великая Победа. Спасибо всем люберчанам, что они не забывают нас, вот таких ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Нам уже по многу лет. Мне уже 93-й год. Конечно, я очень рад, что я встретился с вами, что вы берете от меня интервью. Всех хочу поздравить с Днём Победы. Пожелать всем-всем, начиная с пионеру среднего возраста, пожилым, а также ветеранам счастья, успехов и хорошего благополучия. Самыми первыми на сцену вышли маленькие артисты в военной форме. Свои поздравления они выразили в стихах. Затем состоялся торжественный вынос флагов Российской Федерации, Московской области, Люберецкого района, а также Знамя Победы. Их гости праздника встречали стоя. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 50 тысяч люберчан. Чуть меньше половины из них не вернулись в свои дома. Память павших героев гости мероприятия почтили минутой молчания. А для тех, кто сегодня с нами в строю и подают пример мужества, прозвучали бесконечные слова признательности. В городском округе Люберцы проживают 340 ветеранов Великой Отечественной войны, более 2000 тружеников тыла, 200 узников концлагерей, а также блокадники Ленинграда и дети войны. Вы замечательные люди. Конечно, жизнь всегда была непростой, но те, кто прошёл войну, это особая жизнь, это особые люди, это особые ощущения. Я хотел бы в эти дни пожелать каждому из вас здоровья, долголетия, заботы ваших близких. Символично, что во время концерта состоялось торжественное посвящение в ряды юнармии. Всероссийское военно-патриотическое движение пополнилось именами 43 люберецких школьников. «Торжественно клянёмся! Всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству! Клянусь! Клянусь!» Также для гостей праздника в этот день выступали творческие коллективы. На сцене можно было увидеть матросские танцы и услышать знаменитые песни военных лет. Кстати, одной из них исполнил 93-летний Георгий Новиков, лётчик-истребитель Великой Отечественной войны. Где же вы теперь, друзья-донополчане, боевые спутники мои?